Поспевает урожай яблок и груш. Но вот беда, часто еще не успев поспеть, урожай падает и оказывается на траве. Яблоки зрелые и не очень начинают падать уже в конце августа. А стоит падать сильному ветру, и в вашем саду начинается фруктовый дождь. Упавшие плоды бьются, гниют, портят газон, привлекают вредителей, а главное, не достаются хозяину сада. У этого явления есть несколько причин. Во-первых, есть виды, в принципе, склонные к опаданию. Во-вторых, это ранние сорта, которые созревают уже в середине июля. Если в вашем саду есть такие яблони, плодосборник держите на готове. Как только фрукты начнут падать, это сигнал. Срочно собирайте урожай, пока он весь не оказался на земле. В народе считается, что если упало и побилось яблоко или груша, то все. Храниться она уже, в общем, не будет. Груши опадают под тем же причином, что и яблоки. Кроме этого, если год урожайный, ветки грушевых деревьев, а они более гибкие, чем у яблонь, сгибаются под тяжестью плодов, которые в итоге оказываются на земле. Чтобы этого не происходило, ветки нужно обязательно подпирать с помощью колышков рогатин. И дерево не сломается, и плоды не будут соприкасаться с землей. Есть одна методика, которая позволяет вот такую падалицу, как говорят, хранить достаточно долго, до месяца. Чтобы как можно дольше сохранить опавшие яблоки и груши, их нужно собрать в корзины и переложить листьями папоротника. Папоротник – это природный консервант. Он убережет ваш урожай от порчи и гниения. Осы буквально роятся над фруктовыми деревьями и, собственно, ставят под угрозу весь урожай. Осы и муравьи очень любят фрукты, да и овощи тоже. Ущерб от них гораздо больше, чем от птиц. А еще осы могут ужалить вас во время сборки урожая или приготовления варенья. Чтобы отвлечь их внимание от плодов, нужно сделать специальные ловушки. Их можно собрать из небольших стеклянных баночек. Наливаем немного варенья и развешиваем тару на дерево. Все, ловушка готова. Осы обязательно заинтересуются предложенным угощением. Есть одно варенье, которое пойманет все хоз в округе. Это ежевичное варенье. Обладает для них опьяняющим эффектом. Для борьбы с муравьями существует много химикатов. Но осенью, когда урожай созрел, применять их уже нельзя. Иначе вся химия окажется в вашей тарелке. А чтобы прогнать непрошенных гостей, есть безопасное и оригинальное средство – молотая корица. Та самая, которую добавляют в выпечку. Муравьям она не по вкусу. Этим-то мы и воспользуемся. Густо посыпем корицей все муравейники на участке. Насекомые вас больше не побеспокоят. Урожай яблок и груш можно спасти и можно сохранить в любом состоянии, если знать кое-какие секреты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok